Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Добро пожаловать на канал Hardwood. Меня зовут Михаил. Сегодня мы будем заниматься ремонтом электроинструмента. В частности, мы будем ремонтировать торцовочную пилу CapEx. Да, вещи ломаются. Как вы помните, у меня на ней погас один лазер. Точнее, не погас, а потерял мощность излучения более чем в половину. Давайте сейчас покажу. Вот правый лазер видно хорошо, а от левого тут еле-еле заметные штрихи остались. Лазер потускнел после того, как сюда в кожух затянуло обрезок дубовой доски. Конечно, был большой удар, и я предполагаю, что именно это послужило причиной того, что лазер вышел из строя. И сегодня мы его будем менять. Конечно же, такой дорогой серьезный инструмент гораздо лучше отдать в авторизованный сервис-центр на ремонт. Ну, поскольку я привык все делать сам, ну и кроме того, мне просто любопытно, что же там внутри, я решил заняться ремонтом самостоятельно. Свободной продажи, естественно, запчастей нет, поэтому мне пришлось обратиться в интернет-магазин 100tool.ru, и мне прислали лазер. Вот так он выглядит. Цена его 3700, не помню, с маленьким хвостиком рублей. Давайте сейчас покажу поближе. Лазер представляет из себя вот такой блок, и на нем есть уже две регулировки. Третья регулировка – это положение самого лазера внутри корпуса. Сам лазер выполнен в виде блока, который через крепежную такую пружинящую скобу притянут к металлическому основанию. И здесь вы видите флажок. Закручивая или выкручивая винт, мы меняем положение вот этого флажка. Это у нас осуществляется поворот лазера. А наклон осуществляется еще проще. Здесь есть ось вращения, ее видно вот хорошо вот отсюда. То есть вот ось вращения, вот винт. Здесь вот возвратная пружина. И конструкция имеет возможность вот такого наклона. То есть это как раз и есть наклон лазера. Третья регулировка, как я уже и упомянул, это положение лазера влево-вправо. Лазеры в капиксе находятся вот в этом месте. Вы видите здесь обозначенные кружочки. Здесь можно сделать отверстие и получить доступ через наклейку к регулировкам лазера. Лазеры здесь абсолютно идентичные. Они просто смещены друг от друга на некоторое расстояние. Естественно, для того, чтобы поменять лазер, нужно снять боковую стенку. Для того, чтобы снять боковую стенку, вам обязательно понадобится плоская отвертка, а еще лучше ключ-звездочка. И обязательно понадобится один шестигранный ключ. Также вам понадобится кусочек провода, либо веревочка, либо нейлоновая стяжка, так, миллиметров на 250. Давайте, чтобы все было хорошо видно, я возьму крупный план и буду пошагово показывать все действия. Основных крепежных винтов у нас пять. Это раз, два, три, четыре, пять. Вот они. Но есть еще один хитрый винт. Сейчас мы до него тоже дойдем. И обязательно нужно будет выкрутить вот этот саморез, который удерживает вот эту дополнительную защиту. А вот теперь пришла очередь выкрутить тот самый хитрый винт, о котором я говорил. Он у нас скрыт. Чтобы получить к нему доступ, нужно поставить пилу в специальное положение для пиления, где пила пилит у нас 120 миллиметров по высоте. В этом положении пила опускается, как видите, полностью на максимальную глубину. Вот здесь нам потребуется либо нейлоновая стяжка, либо кусок проволоки или шнурок. Просто привяжем, чтобы на некоторое время удержать пилу в этом положении. Видите, насколько ниже опускается пила в специальном положении для пиления. И как раз вот у нас отверстие. Через это отверстие мы получаем доступ к тому самому потайному винту. Вот этот винт. Хотя, если быть точным, конечно, это не винт, это саморез. Он имеет трехгранную резьбу. Если его взять в руках, покрутить, она хорошо ощущается. Да, я думаю, и так видно, как мерцают вот эти нарезки. Теперь смотрим вот сюда. Сейчас поверну, чтобы было лучше видно. Здесь находится пластиковый вкладыш и две защелки. Освобождаем, извлекаем. Теперь придерживаем систему FastFix и отводим в сторону половинку. Извлекать ее очень неудобно, конечно. Так, FastFix мы, наверное, снимем сразу. Там, обратите внимание, есть пружина. Желательно ее не потерять. Вот здесь есть металлическая скоба. Это система FastFix. Следите за тем, чтобы она не выскочила. Она очень легко извлекается и так и норовит выпрыгнуть. Просто так вставляется и подпружинивается. Сейчас я немножко придержу. Сейчас вот эта система FastFix сработала. И в этом положении эта скоба не выскакивает. Сейчас мы снимем верхнюю крышку и посмотрим, как действует эта система. За счет чего она блокирует диск. Давайте ради любопытства покажу кинематику, как действует блокировка. Вся механика, как работает. Вот основной пусковой рычаг. На кнопку он нажать не может. Вот здесь имеется собачка, то есть блокировка. Разблокируем. И теперь кнопка нажимается полностью. Кнопка нажимается очень легко, имеет большой ход. И, как видите, она работает через чужую, через промежуточный рычаг. И вот здесь, в задней части рычага, в хвостовике, вставлена тяга, которая разблокирует защиту. Как видите, система простая и надежная. Вот они наши лазеры. Провода от лазеров идут по специальным каналам и уходят внутрь двигателя. Здесь у нас стоит плата электроники. Сейчас мы до нее доберемся. Сейчас мы аккуратненько снимем крышку корпуса. Следите за тем, чтобы у вас обязательно была выдернута вилка из розетки. Нам требуется открутить пять винтов. Делается это совсем не сложно. Та же самая звездочка, те же самые саморезы. Аккуратно снимаем крышку. И давайте посмотрим, что внутри. Здесь у нас плата электроники. И вот здесь давайте еще посмотрим, если вам любопытно, система FastFix. Вот как осуществляется блокировка. Пластина имеет продольный вырез. Этот вырез надевается на конец вала. На валу сделаны, видите, два шлица. Вот и вся блокировка. От платы идет всего шесть проводов. Два провода идут на обмотку. Один, видите, вот здесь черненький. Он короткий. И вот такой длинный, синий. На дальнюю обмотку. Естественно, перепутать их не получится. Снять их не совсем просто. Нужно дотянуться к каким-либо инструментам. Все сделано на клеммах. Очень качественно. Вот я освободил один провод. Теперь освобождаю второй. Вот это красная пара. И там еще есть черная пара. Это у нас датчики. Аккуратно извлекаем. И здесь есть два разъема. Эти разъемы нужно вытащить. Как видите, перепутать их тоже не получится. Разъемы имеют разный размер. И вот теперь очень аккуратно вынаем плату. Видите, она сделана на пластиковом основании. Вот наши лазеры. Теперь нужно вычислить тот лазер, который у нас находится слева. Лазеры имеют трансформаторное питание. То есть пониженное напряжение. Если вы вдруг сомневаетесь, вышел ли у вас в строя трансформатор или лазер, поменяйте местами эти разъемы. Они взаимозаменяемые. Нет большой разницы, с какой стороны будет левый или правый лазер. В данном случае я менял разъемы местами, но левый лазер у меня так и остался светить в полсилы. Естественно, я сделал вывод о том, что это именно причина в лазере. Теперь перемещаемся на левую сторону пилы и снимаем левый лазер. Вот этот лазер стоит дальше. Этот правый, а этот левый. Разница между ними как раз равна толщине диска. Выкручиваем вот этот винт. Так, продергиваем. И смотрим, где у нас левый лазер. Вот левый лазер. Отцепляем его и вытаскиваем провод. Здесь еще, видите, есть направляющая скоба, которая более надежно фиксирует лазер. Так, этого пока хватит. Дальше будем регулировать. Все, поставили. Теперь нужно их аккуратненько вот так направить сюда. Когда будете вставлять плату, желательно эти провода чуть-чуть подтягивать. Они должны найти свое правильное место. Теперь нужно вернуть на место датчики. Один и второй. Провода обязательно нужно уложить в специально отведенные для этого пазы, для того, чтобы они зафиксировались. Пазы имеют конусную форму. Тонкие провода заправляем под толстые. Прежде чем попробовать работоспособность нового лазера, давайте поставим крышку на место, чтобы нечаянно не коснуться только ведущих частей. В общем-то, пока нет необходимости закручивать винты. Главное, чтобы крышка была надета. Теперь давайте попробуем, как работает наш замененный лазер. Нажимаем кнопочку. Все, получили два луча. Замечательно. Видите, что лазер у нас, конечно же, не настроен. Вот здесь ближняя часть ушла в сторону, а здесь у нас дробление луча. Дробление луча получается за счет того, что часть света все-таки прошла между зубьями, попала на бумажку, а вторая часть отразилась от диска, и здесь мы видим именно отраженный сигнал. Сделаем небольшим поворотом совмещение на задней стороне. Устанавливаем лучи так, чтобы они были строго параллельны. У меня правый лазер настроен идеально, а вот левый, соответственно, мы настроим по нему, просто параллельно. Теперь давайте настроим положение лазера влево-вправо и его наклон. С наклоном все очень просто. Прикладываем бумажку и смотрим. Вверху у нас широкая полоска, а внизу у нас чуть-чуть уже. Значит, нам нужно слегка наклонить лазер. Чтобы было проще регулировать, давайте мы даже вот так сделаем. Мы слегка выкрутим, отодвинем лазер влево, чтобы был зазор между лучом и диском. Проверяем, чтобы зазор у нас был одинаковый. Все это хорошо видно визуально. Если хотите, можете сделать здесь рисочку, например, отбить миллиметр и ориентироваться на него. Вот я получил здесь миллиметр и внизу миллиметр. И последнее, что мы делаем, это сдвигаем лазер. Сдвигается он параллельно. Двигаем до тех пор, пока он не начинает терять яркость. Как только лазер потерял яркость, это значит, что он начал пересекать зубья или диск. Отодвигаем чуть-чуть. И все, можно считать, что лазер настроен. В принципе, вот этой предварительной настройки лазера более чем достаточно. Если все сделать аккуратно и точно, то после закрытия крышки вы сразу получите работоспособную пилу. Если же у вас возникают сомнения в том, правильно ли настроен лазер, то вы всегда можете сделать вот здесь отверстия. Они помечены кружочками. Вот они в корпусе имеются отверстия. И здесь они просто заклеены вот этой наклейкой. Вы освобождаете эти отверстия и через них получаете доступ к регулировочным винтам. Выключаем лазеры и начинаем собирать пилу. Так, обязательно выдергиваем из розетки. Сборка несложная. Устанавливаем систему FastFix. Поворачиваем ее вправо. Как вы помните, она у нас заблокирована сейчас. Она как раз удерживается вот этим рычагом. И аккуратненько ставим боковую половинку. Теперь нам надо установить вот этот защитный элемент. Разблокируем защиту и опускаем. Здесь нам надо хорошенько прицелиться. Изнутри видно, как попадает ключ в отверстие. Следующий этап – пружина. Надеваем ее на ось защиты. Вот этот длинный ус у нас должен выскочить вот здесь в отверстие. Его будет видно. Вот, выскочил. А этот ус заправляем в кармашек. Вставляем ось. Все, защита на месте. И фиксируем вот этой шайбочкой и маленьким саморезом. Теперь устанавливаем длинный саморез через потайное отверстие. Теперь нам осталось ставить защиту. Просто так она не вставляется. Здесь есть специальный винт. Его нужно ослабить. Защита проваливается. И винт закручиваем на место. Все. Защелкиваем. Все, защита на месте. И вставим пылеуловитель. Он имеет выступы. Эти выступы должны попасть вот здесь в пазы. Давайте посмотрим правильность настройки лазера. Возьмем пробную деревяшку. И сделаем небольшое пиление. Вот, кстати, по настройке лазера. Если присмотреться, то левый лазер у нас светит точно по ребру детали. А вот правый имеет некоторый отступ. Значит, правый я перерегулирую немножко. Итак, дорогие друзья. Вот только что мы провели такой небольшой ремонт пилы Капекс. Работа, в принципе, не сложная. Но лучше, конечно, такую работу произвести в авторизованном сервис-центре. Потому что настройка лазера дело очень тонкое. Можно ошибиться. Сломаться ничего не сломается. Но настройка все-таки процесс трудоемкий. Скорее всего, конечно, это видео будет более интересно именно владельцам Капексов. Или тем, кто только собирается их покупать. Но, тем не менее, может быть, вы для себя что-то новое и подчеркнете. А на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok